1 2 3 здравствуйте кто-нибудь есть кто подключается о есть я потому что пораньше на 2 минуты вдруг у меня часы мои например отстают и на всякий случай я конечно чуть заранее чтобы поприветствовать сказать всем доброе доброе божье утро и у нас есть привилегия тогда в отличие от остального мира когда мы просыпаемся и мы просыпаемся всегда с надеждой с надеждой в нашем сердце что мы являемся наследниками дорогие друзья и это уже дорогого стоит в нашей жизни когда мы можем просыпаться мы можем открывать глаза и думать о том что христос с нами то что мы являемся верующими людьми и мы являемся сонаследниками благодатной жизни и плюс ко всему конечно безусловно самое важное мы являемся наследниками жизни вечной поэтому если ты не дай бог не проснешься в этом мире то ты проснешься конечно безусловно в царстве божьем и поверь мне там будет гораздо лучше потому что так говорит писание так бог нам обещает новые тела новые новые возможности там а вот вечной жизни новые обетования и поэтому как ни крути в любом случае все будет хорошо там нету изоляции самоизоляции там нет пандемии там вообще бог утрет всякую слезу и утешит всякое сердце там не будет зла и будет вообще все здорово я не знаю будем ли мы там спать я не знаю я вот правда не знаю но точно будет всегда на ощущение что ты вот с отцом небесным вместе и там кстати будем друг друга узнавать писание говорит об этом да ну по крайней мере хоть как то мы будем узнавать наверное потому что я не верю что вдруг раз и мы друг друга не знаем и вдруг мы опять знакомимся вместе на небесах вот мы наверное будем узнавать друг друга а я думаю знаете как мы будем узнавать друг друга на небесах мы увидимся и скажем, вау, как ты помолодел, какой ты красивый, это будет не просто такой комплимент ради такой культуры общения, это будет действительно из сердца лица, вот эти комплименты, как мы будем красиво выглядеть, как мы будем друг друга ободрять, поэтому, друзья, на самом деле, это самое важное, что мы верующие люди, мы не просто люди с религиозным налетом, да, мы реально верующие люди, наследники обетования, апостол Павел даже сказал, он говорит, ну, если мы надеемся в этой жизни на Христа только здесь, то мы вообще не счастнее всех человеков, мы, ну, тогда какой смысл, да, здесь преодолевать какие-то страдания, еще что-то, да, преодолевать какие-то вызовы, да, ради Господа, да, но он говорит, что, слушайте, Бог приготовил для каждого из нас обители написано, и это так хорошо интригует, и я вот реально иногда нужно просто, друзья, вот особенно в это время научиться нам радоваться элементарным вещам, конечно, элементарно это немножко, наверное, здесь не подходит, но для нас это как бы элементарно, мы говорим там, вот мы, прими Иисуса Христа, и ты наследуешь жизнь вечную, и вот мы наследники жизни вечной, и вот мы там самое главное, вот быть с отцом в жизни вечной, и как бы это для нас элементарно, но на самом деле, если мы посмотрим вот в это время, вот в это время непростое, так сказать, здесь на земле, и ты вдруг, вот эти простые обещания, обетования от отца, они становятся такими сильными, такими вдохновляющими, поэтому это того стоит, друзья, и так, конечно, безусловно, я всех вас приветствую, и вот уже многие проснулись, кто-то еще, наверное, зубы дочищает, там что-то, но мы начнем, безусловно, молитву, произнесем молитву, молимся, Господь драгоценный, благодарим тебя, мы молимся во имя Иисуса Христа, мы молимся о том, чтобы этот день, Господь, он принес нам благословение, ободрение, очищение, чтобы ты, Дух Святой, открывался, Господь, нам в новых каких-то перспективах, Господь, чтобы Слово Божье, оно ожило, Господь, как никогда, для каждого из нас, Боже, мы молимся об открытых небесах, о Твоей крови, которая ходатайствует за нас в духовном мире 24 часа в сутки, очищая, омывая нас от всякой скверны, от всякой тьмы во имя Иисуса, которая приносит новые перспективы, новые возможности, Господь, спасибо Тебе за Твою руку, за любовь Твою, которую Ты изливаешь в наши сердца, за защиту, Господь, которой Ты нас защищаешь, за благодать Твою, спасибо Тебе, Боже, во имя Иисуса. Весь народ скажет, аминь, если Ты там меня смотришь, скажи просто в небеса аминь. Аминь – это не просто какое-то заклинательское слово, аминь – это так будет. Аминь – это печать небес на Твоей молитве. И, друзья, безусловно, хочу с вами поделиться сегодня в течение вот этих вот 20-25 минут Словом Божьим, чтобы тебя ободрить. И не просто ободрить. Вы знаете, иногда часто мы только ободряем. Но очень важно, чтобы ты научился чему-то. Или, как сказать, взял это ободрение и начал это ободрение воспроизводить в своей такой рутинно-реальной жизни. А то иначе, ну, просто это останется информацией. Меня всегда вдохновляет писание, безусловно. Неважно, какое у меня настроение. Вчера у меня было не очень настроение. Я думаю, что все, пандемия, она будет вечной. И вот эта изоляция, она будет вечная. И как-то навеяло мне еще прошлое, когда я был не в самоизоляции, да, там, когда раньше хулиганил, там, до Христа. И как-то это все накрыло меня с таким потоком, какой-то негативной шапкой, что я эту шапку носил целый день, пока не устал. Вот. И так бывает, безусловно. Безусловно, у нас нету настроения. Потом оно появляется, да. Безусловно, у нас приходит какая-то атака. Вот. И так дальше. И это хорошо. Не то, что это хорошо. Это нормально в плане того, что это значит, ты живешь со Христом. Ты живешь жизнью христианина, а не просто у тебя теория в голове, да. Почему? Чем отличаются живые отношения от неживых отношений? Неживые отношения или официальные отношения, это просто ты всегда хороший друг для друга, да. Ты хороший, ты такой весь вымеренный. Ты не заикаешься. Ты вот не выглядишь в футболке, всегда в галстуке, всегда вот начесанный, да, причесанный, по крайней мере. Ну, это не про меня. Вот. Я всегда причесанный. Я вчера, сегодня и вовеки тот же, я имею в виду относительно прически моей. Поэтому, друзья, и вот официальные отношения, они вот такие. Ты всегда правильный, всегда вот вымеренный, всегда есть граница. Но живые отношения, это когда ты естественный. Это когда можно и поругаться, другими словами, да. Можно и радоваться. И это всё часть живых отношений. Есть какие-то споры, есть какие-то мнения и так дальше. И вот это есть живые отношения. Друзья, и вот так же жизнь христианина, если ты реально живёшь жизнью христианина, она состоит не только из конфет, да, не только из вот просто провозглашений в теории, да. А это преодоление, это борьба, это вызовы. Поэтому, друзья, всё хорошо. Если у тебя бывает не очень хорошее настроение, это не потому, что ты не духовный. Это всё хорошо. Это реалия или часть пакета жизни с Богом. И давайте мы, конечно, безусловно, откроем Писание. Это Иисуса Навина, первая глава. И кто-то знает и читал об этом. Но мы ещё раз прочитаем. Безусловно, кто-то, может быть, никогда не читал. Поэтому давай вместе прочитаем. И здесь в первой главе с первого по девятые стихи здесь сокрыты, как вам сказать, успех Иисуса Навина. И в чём он заключается. Не только в том, что мы часто берём вот этот восьмой стих, «Знай его наизусть, да не отходит книга закона от уст твоих, ну, поучайся в недень, ночь, дабы в точности исполнять всё, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен во всех делах твоих, будешь поступать благоразумно». Это мы задаём всегда в нашей школе лидерства. Одно из стихов «Наизусть». Но вы знаете, когда мы читаем контекст, он становится более, картина более полной становится. И давайте мы посмотрим. Написано с первой главы «По смерти Моисея раба Господня». Господь сказал Иисусу Навину, служителю Моисею, «Моисей раб мой умер. Итак, встань впереди через Иордан, сеет и весь народ в землю, которую я даю им, сынам Израилю. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею, от пустыни Ливана сего до реки Великая и реки Ефрата, всю землю Хитеев. И до Великого моря к западу солнца будут пределы ваши. Никто не устоит перед тобой во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою, не отступлю от тебя и не оставлю тебя». Вот эти вот пять стихов мы сейчас чуть остановимся, чтобы прояснить. Вот пять стихов – это обращение или Бог нарисовал сейчас Иисусу Навину перспективу. Вы знаете, мы так любим говорить о перспективах. Мы так любим говорить о каких-то победах, знаешь, в перспективе. И это нам так нравится, на самом деле, когда мы вот Бог говорит, и мы – вау, пророчество, все будет хорошо, Бог там тебе даст то-то и то-то, все-то и все-то, и ты – вау, так здорово. Но смотрите, здесь есть часть Божьих обетований и часть, другая, следующая, 6 по 9 стихи нашей подготовки. Вот чтобы эти все пять стихов первые, они сбылись в нашей жизни, нам нужно выполнить свою часть, дорогие друзья, нам нужно быть натренированным, нам нужно какие-то вещи вычленить, от которых нас Бог ожидает от этих вещей. И смотрите, он говорит о том, что Моисей, раб мой, умер. Он говорит, послушай, вот Иисус Навин – это был ученик, он был служитель, написано чей? Моисеев, там написано, Иисус Навин – служителю Божьему. Нет, Моисеев – послушай, если ты не научишься идти за кем-то, я имею в виду за своим лидером или за своим пастором, если ты не научишься, как тебе сказать, если ты только говоришь, у меня Христос – пример, да вот у меня Христос – пастор, послушай, никогда Бог не будет давать тебе успех и перспективу, понимаешь? Вот и все. Почему? Потому что легко идти за Богом, его не видно, понимаешь? А вот за человеком идти, за служителем, какими-то другими словами – это дорогого стоит, дорогой мой друг. Это дорогого стоит. Почему? Потому что за человеком сложнее порой идти. Почему? Потому что он не всегда совершен. Понимаешь? Когда ты идешь со своим наставником, ты в том числе видишь какие-то его не только плюсы, но и минусы. И это твое преодоление, ты показываешь, когда ты покажешь верность в этом, и Бог смотрит за этим. И он говорит, и поэтому он Иисуса Навина-то и избрал. Он не избрал, кого попало. Потому что Иисус Навин всегда был при Моисее. Он брал с него пример. И Библия говорит, и теперь говорит, Моисей, раб мой, умер. То есть, не все кончилось. Послушай, Иисус Навин, не все закончилось. Моисей, он выполнил свое задание, теперь твоя часть. Он говорит, итак, встань. То есть, то же самое употребление есть в Новом Завете, когда апостол Павел рассказывает свое свидетельство, когда он встретился на дороге в Дамаск с Иисусом. Он говорит, Иисус мне сказал, и встань, и встань на ноги свои прямо. То есть, это имеется в виду, не поднимись с заднего места, как говорится, да? Это образ того, что соберись, смобилизуйся. То есть, Бог говорит, послушай, смобилизуйся. То есть, что такое мобилизация? Это значит, соберись, да? Как мы говорим. Иногда хочется сказать некоторым людям, да соберись ты, тряпка. Понимаешь? Почему? Потому что мы ноем, 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 оплакиваем что-то. Ой, Моисей умер, а что теперь делать? Ой, вот это вот умерло, что теперь делать? Соберись. То есть, смобилизуйся, это уже все, это факт. Моисей умер, теперь твоя часть. И смотрите, написано. И всякое место, на которое ступит стопы ног ваших, я даю вам, как сказал Моисею. Смотрите, пятый стих. Никто не устоит перед тобой во все дни жизни твои. И как я был с Моисеем, опять Бог повторяет. Послушай, Иисус Навин, вот как я был с Моисеем, так я буду и с тобою. Почему? Потому что есть такой, друзья, синдром того, что мы так и уповаем на порой вообще в своей жизни, на человека. Мы уповаем с другой стороны на служителя. Нет, мы должны брать пример. Но когда мы уповаем, то неизменно. Это знаешь, чем закончится? Потом обвинением своего пастора, обвинением своего лидера. Если ты на него уповаешь. Вот и все. Уповать нужно на Господа. И здесь написано, он говорит, вот как я был с Моисеем. Почему? Потому что у Иисуса Навина неизменно возникает диалог внутри. Возник наверняка. Ой, это вот Моисей был молодец. У него все получилось. А вот сейчас я, вот как вот я сейчас буду возглавлять народ Израилев. Это вот у Моисея получилось. Это вот он был одаренный. А я-то вот теперь, у меня не получится. Нет. И здесь говорит Господь. Он как бы здесь сразу отрезает вот этот, чтобы не появился вот этот внутренний диалог у Иисуса Навина. Он говорит, вот как я с ним был. Вот так я буду и с тобою во все дни жизни. Потому что я нелицеприятен. Вот и все. Все зависит, Иисус Навин, от тебя. Вот и все. Все зависит от тебя. А я все устрою. Только ты будь готов. И он в шестой главе начинает перечислять, другими словами, как должен быть подготовлен человек или Иисус Навин к успеху, который Бог запланировал для него. Или Бог, Он дает нам успех. Дает нам вот в перспективе. Но мы-то должны к Нему прийти, к этому успеху. Нет. Не будет Бог приносить тебе вот так успех по благодати. Успех – это труд, друзья. Путь к успеху – это труд с нашей стороны. И Библия говорит, смотрите, шестой стих. «Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам, их дать им». Первое – это в чем должен быть Иисус Навин тверд и мужествен. Он должен быть тверд и мужествен в ответственности. Первое – взять ответственность за народ. Слышите? Что такое вообще «будь твердым и мужественным»? Это что, накачать мышцы – это значит мужество. Я когда посмотрел в интернете, что означает мужество, там несколько есть определений. Одно из определений звучит так. Это преодоление, когда страшно. Или преодоление страха. Второе повествование об этом объяснении говорит о том, что мужество – это способность переносить страдания. Послушай, мужество, оно может быть и у сестер. Это не только привилегия мужчин, это привилегия и женщин. Будь мужествен. Это качество, друзья, которое необходимо не когда ты лежишь на печи, а когда ты являешься практиком, когда ты двигаешься по жизни. Вот тебе нужно мужество. И вы знаете, у меня есть один пример. Я не знаю, пастор меня Павел смотрит. Вот если он не смотрит, ему не говорите только. Я помню в один прекрасный момент я приехал из библейской школы из Москвы в каникулы зимой. Меня пастор встретил, и мы поехали к нему, и посидели дома, попили чаю, поговорили. И говорили о высоком. Мы говорили о духовном. Он меня спрашивал, ну как там Сергей тебе учится? Я ему рассказывал об откровениях, о величии Божьем и так далее. И вот мы выходим из подъезда, садясь в машину, и вдруг ситуация, представьте себе. Ситуация, пьяный просто парень, его оказался сосед. Он там вышел, точнее, пришел из армии. И он, видимо, так долго эту армию, выход из этой армии отмечал, что, ну, вместе с друзьями, естественно, себе подобными. И, оказывается, ну, он так давно заприметил какого-то пастора-сектанта, который живет у него вот рядом на площадке, и решил как-то вот конфронтировать, по всей видимости. Почему я это узнал? Потому что, когда мы открыли дверь, они сидели на лавке там с другом, и он так фразу, о-о-о, ты там, ну, и начал что-то там говорить, какой-то оскорбительной вещи. И потом он просто перешел, как говорится, в наступление, да. И вот в этот момент, вот знаете, вот мы такие духовные и так далее. И я реально в одну секунду, я думаю, что делать, бежать или проявить мужество? И мы проявили мужество. Я так его толкнул тихонечко, ну, он так тихонечко упал. Не осуждайте меня, потому что я в этот момент проявил мужество. И, к своему удивлению, это был не конец. Я увидел, оказывается, в 20 метрах стояла толпа из 15 человек, таких же вот, наверное, ровесников, где-то 18-20 лет. Представляете, толпа 15 человек. И они все это увидели. Это оказались его друзья, которые, по сути, там его как-то ждали, что ли, вот, пока он тут был у подъезда. И я просто понял, нужно было, наверное, бежать. Но вот как раз вот этот момент, внутри страшно, в том-то и дело. Вы думаете, Иисус Навин не боялся? Да у него тоже самое внутреннее было страшно. Поэтому, если бы не было страшно, я имею в виду, то Бог бы не сказал ему, будь тверд и мужественен. Потому что пришел такой страх перед неизвестным. Я имею в виду, страх не демонический, а перед неизвестностью, что сейчас будет, другими словами. И когда я увидел, и они увидели все это действие, что мы с пастором так его духовно оттолкнули, и они просто пошли, все 15 человек. И я думал, все. И вот в этот момент, когда ты принимаешь решение быть мужественным, Бог тебе помогает. Вы знаете, что мне пришло в голову? Мне пришло просто одно простое слово. Я просто крикнул, кто здесь смотрящий? Ну, то бишь, главный. Они раз остановились, как-то это вот переломный момент произошел. Вы знаете, и это реально было чудо Божье. И они остановились, и как-то начали сразу с нами вести, начать диалог, а вы кто такие, что вот... И мы говорим, да вот, и я думаю, крутись, вертись, что дальше-то делать? Ну, крикнул я это, а что дальше-то? Ну, я как-то дальше там начал говорить. И, в общем, ситуация смягчилась, Бог усмотрел, и нас, как говорится, не побили. Но мы могли убежать. Ну, куда бы мы побежали? Я бы-то убежал, нет проблем. А пастор бы назад бы домой прибежал. Вот в чем вопрос-то. Ну, вот, и с этого момента все так, как говорится, все устроилось. Почему? Потому что мы проявили мужество, да? То есть, мужество через внутренний страх, через какой-то вот этот момент. Вот такие, друзья, к сожалению, или, не знаю, к испытанию нашему, бывает, жизнь подкидывает нам, духовным, такие ситуации. И вот, и смотрите, шестой стих говорит. «Будь тверд и мужествен». В чем? В ответственности перед людьми. Просто будь тверд и мужествен. Следующее, седьмой стих написано. Написано. «Только будь тверд и очень мужествен». Опять повторение. «И тщательно храни, исполняя весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». Смотрите. В чем должен быть вторая часть? В чем должен быть тверд и очень мужествен Иисус Навин? В видении. Смотрите. «Который завещал тебе Моисей, закон, который завещал тебе Моисей, будь тверд и мужествен в своей цели, которую Бог поставил в твоей жизни. Будь тверд и мужествен в видении, которое Бог дал тебе. Не уклоняйся ни направо, ни налево». И это правда, друзья, должно быть твердость здесь и мужество. Почему? Потому что Бог знает, что дьявол, что обстоятельства, что страх или еще что-то будет прежде всего конфронтировать с твоим видением. Люди в том числе будут конфронтировать с твоим видением. Люди будут смеяться над твоим видением. Послушай, если ты поставишь высокую цель, мне вот это нравится выражение, поставь высокую цель в своей жизни, и ты увидишь, кто твой друг, а кто твой враг. И ты удивишься, к сожалению, что иногда бывает, что человек, который рядом с тобой, говорит, нет, я с тобой больше не пойду, потому что я просто не понимаю. Я просто не понимаю, куда ты идешь. Или я боюсь. Или я не хочу платить цену вот за эту большую цель, которой ты движешься. И в этом ты должен быть твердым и мужественным. Ни другие люди, ни твоя команда. Ты прежде всего. Потому что с тебя все начинается. И смотрите, восьмой стих говорит. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Вот тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Послушай, вот еще плюс ко всему, ты должен быть твердым в понимании, да, в том, что у тебя должна быть ответственность вот перед этой книгой. Вот. Понимаешь, когда ты понимаешь, что, слушай, на самом деле это авторитет в последней инстанции. Библия – это авторитет для меня в последней инстанции. Я не нахожусь в споре со Словом Божьим. Потому что, когда ты находишься в споре со Словом Божьим, друг мой, тогда ты не находишься в вере. И есть вещи, которые, правда, сокрыты от нас. Они даже непонятны порой. Но ты берешь твердость и ответственность. Ты говоришь, слушай, я смиряюсь. Я, может быть, чего-то не понимаю. Но Библия для меня – это авторитет в последней инстанции. И тогда вот ты будешь поступать благоразумно. И девятый стих. Он говорит Бог. Вот я повелеваю тебе. Опять он говорит. Будь тверд и мужествен. И не страшись и не ужасайся. Ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда не пойдешь. То есть, следующий, последний пункт, в чем ты должен быть тверд и мужествен. Мужествен в том, что когда ты куда-то идешь, будь тверд и мужествен, что всегда Бог рядом. Слышишь? Вот в это время Бог рядом. Когда ты плачешь – Бог рядом. Когда ты радуешься – Бог рядом. Когда ты что-то потерял – Бог рядом. Когда ты заболел – Бог рядом. Когда ты не в вере, Бог рядом. Когда ты находишься, я не знаю, у тебя праздник, не забывай, Бог рядом. Когда у тебя мало денег, Бог рядом. Когда у тебя много денег, не забывай, Бог рядом. Вот и все. Всегда будь уверен в том, что Бог благой. То есть, Он благорасположен к тебе, и это Его позиция. И вот в этом ты тоже должен быть твердым. И очень мужественным. Поэтому, друзья, вот я хотел поделиться с вами вот таким посылом сегодня. Поэтому давайте мы помолимся о том, чтобы мы были тверды и мужественны. Потому что, с одной стороны, это такие элементарные вещи, которые порой избиты в наших словах. Твердость, мужество, да все понятно. Но на самом деле, за твердостью и за мужеством как раз стоит успех. Который как раз и сопутствовал Иисусу Навину. Я не говорю о том, что быть мужественным и твердым – это никогда ничего не бояться. Никогда ничего не бояться. Открою вам секрет изображения. Ну, дураки. Или неадекваты. Или, как сейчас говорят, модно выражаться – зашквары. Я до сих пор не понимаю порой смысловой нагрузки до конца на 100% этого слова. Ну, вот как-то оно модно, наверное. Поэтому, друзья, на самом деле, я столько раз видел людей, когда я их просто осудил как-то поверхностно. И думаю, ну, вот это слабак. Но потом, в момент X он проявлял настоящее мужество. Друзья, на самом деле, это очень хорошее качество, которое нужно воспроизводить. И эти качества, они тебе только нужны, когда ты практик. Когда ты решил, принял решение двигаться. И вот в момент движения вот эти вещи твердости и мужества, вот они там применимы. Они не применимы для теоретиков. Они не применимы, то есть, они не смогут, ты не сможешь определить, ты тверд и мужествен. Где? Когда ты теоретик, лежишь на печи, у тебя полная голова умных мыслей, и ты только вот говоришь, даешь советы и все. Нет, на самом деле, когда ты двигаешься вперед, вот здесь проявляется и тебе будет необходима твердость и мужество. Давайте молиться. Боже, мы благодарим тебя за это время. Спасибо тебе, Господь, что ты призвал каждого из нас к успеху. Господь, ты для каждого из нас запланировал победу, Господь. Ты для каждого из нас запланировал землю добрую, где течет молоко и мед. Ты запланировал для нас благословение до избытка. Но, Господь, есть другая часть, наша часть, чтобы мы были готовы прийти к этому, прийти, ответить на твой вызов, ответить на твое призвание. И нам необходима эта твердость и мужественность. Господь, я прошу тебя, чтобы в момент, когда мы будем идти к цели, когда мы столкнемся с вызовами, Господь, ты дашь благодать, и мы проявим твердость и мужество по отношению к обстоятельствам во имя Иисуса Христа. Я благодарю тебя, славлю и превозношу царь царей и Господь Господь. Господь, я молюсь сейчас за каждого страждущего, за каждого, кто болен сейчас, за каждого, у кого есть уныние, у кого есть какое-то самоосуждение. Я молюсь во имя Иисуса Христа. Излей благодать, излей силу, Господь, силу Святого Духа во имя Иисуса Христа. Господь, восполни, Господь, всякую нужду по богатству Своему в славе Христом Иисусом. Господь, я благодарю тебя за каждого верующего человека, который сейчас проходит какие-то испытания, и они проявляют твердость и мужество перед твоими глазами. Я благодарю тебя. Аминь. Аминь, дорогие друзья. Ну что, слава Богу, что вы сегодня были со мной. Это честь для меня, что вы были со мной сегодня утром. И, безусловно, я думаю, что кому-то это помогло, кому-то кто-то что-то взял для себя. И, тем не менее, друзья, не забывайте, мы являемся, хоть и в рассеянии пока, но мы семья, посольство Иисуса, мы семья, церковь, мы церковь с вами. И церковь, с другой стороны, по большому счёту, она не имеет границ, не имеет стен. Поэтому всё хорошо, мы вместе с сердцами. Благословляйте друг друга, молитесь друг за друга, чтобы нам быть всегда открытыми, радостными и живыми. Слава Богу. Спасибо вам. Пока-пока. Слава Богу.